Новгородский торгово-технологический техникум пригласил на областной кулинарный поединок. Студенты готовили горячие блюда из рыбы, сложные гарниры, а также современные десерты. Оценивала работа участников конкурса компетентная жюри. Поварами от Бога не рождаются, ими становятся, благодаря сотням часов, проведенных на кухне и смелым экспериментам. Это доказали Люсьен Оливье и изобретатели клеров Марии Антуан Карем. По их стопам пошли и 16 будущих мастеров из областного центра, Боровичей, Чудова, Пестова и Старой Руссы. Они тренировались в приготовлении конкурсных блюд не одну неделю, но все равно признаются, сложностей немало. Время поджимает, и волнение сказывается. Рыба миллефоли с картошкой по-итальянски, но в основном сложно было. Потому что время запекания, и это все надо смешивать рыбу с замазкой, которая идет еще к соусу и к рыбе идет, и это трудно было делать. Нынешним участникам областного кулинарного поединка пришлось намного сложнее, чем прошлым. Впервые конкурс проводится по международным требованиям. Готовятся два блюда, а не одно, как это было раньше. Во-вторых, очень жесткие временные рамки у каждого участника. Ну и уже спечены требования в плане того, что участники конкурса не общаются ни между собой, ни с членами жюри. То есть все максимально изолировано происходит. Два блюда, рыба и десерт, должны быть готовы за два с половиной часа. Причем строгое жюри контролирует абсолютно весь процесс приготовления. А не только оценивает конечный результат. Мы оцениваем, как ребята соблюдают чистоту на рабочем месте. Помылили ли они рюки перед началом работы. В общем, у нас такая оценка, у нас оценка труда идет. В общем, в общей массе ребята для своих лет и для своего опыта все выступают достойно. Пока на кухне вовсю кипела работа, в зале родных и друзей начинающих поваров и всех гостей развлекали новгородские творческие коллективы. Все желающие могли получить и полную информацию об условиях приема в техникум. А когда пришло время дегустации, новгородские шеф-повара не без споров, но вынесли свой вердикт. Первое место завоевал наш герой, первокурсник Максим Иванов. Второе судей отдали представителю боровичей Александру Матвееву. Закрыла призовую тройку Надежда Васильева, студентка Старорусского агротехнического колледжа. Юлия Бабич, Вероника Карпесонова, Олег Федоров. Новости Новгородское областное телевидение.